Всем привет, друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание. Ну что же, как видите, у меня билетики подкопились, 58 штучек, поэтому я думаю, мы можем вполне пройти это событие сегодня, прям сейчас даже. У нас с вами гонец Ираклия, да? Нет, не это, ребята, у нас вот задание. Слава Афинам! Да-да, вот именно оно нам и нужно. Ну что же, приступим. Игра. Сколько там у нас и чего нужно? Ага, опять все заново. Ладно, хорошо, я беру Беатрис, ну это стандарт. Берем Хорхе, так, секунду, секундочку, и возьмем, наверное, с собой, блин, у этих, низкая мощь, ну как всегда. Раскачать не получилось, ребят, потому что кодексов, к сожалению, не хватает. Ну давайте возьмем тогда, наверное, Луизу, да. Подтверждаем и вперед. Так, начать, 25 билетов тратим. Ну да, недешево нам это дело обходится, но оно того должно стоить за то. Ну что же, мы с вами на месте, давайте смотреть, что у нас здесь почем. То есть двигаемся мы только в одном направлении, да, в левую сторону. Хорошо. Я смотрю, тут очень много нужно, наверное, акробатики. Хотя можно и напролом идти. Как, например, вот здесь. Так, Беатрис, да, Беатрис у нас. Слушайте, они для нее легкие, поэтому... Без проблем вообще справляемся. Да, так и пойдем по прямой, ребят, наверное. Не будем тут прыгать, скакать, как Сайгаки. Напролом и все здесь. Хе, судара. Так, иди сюда, хлопчик. Ну... Черт подери, вот... Да ладно! Так, готов, хлопец, да? А если мы... Блин, интересно, что будет, если мы вот сюда нажмем? Давайте посмотрим. Ах, мы просто... Поднялись. Высший этажом. Ладно. Тут у нас один воин. А если мы возьмем... Нашу Луизу? Ей-то, в принципе, пофиг, да? Оп. С полтычка перепрыгивает. Но с этим улухом должны мы справиться. И это тем более без проблем. У нее преимущество в чем, у Луизы? Она калечит своих оппонентов. И при этом еще их отравляет. Яд, конечно, действует очень-очень хреновенько, я бы так сказал. Но зато калечит она. Будь здоров. Он за... Пока я три раза его ударю, только один раз может меня ударить. И то не факт, что попадет. Так, ну здесь мы будем, ребята, с вами скрываться. Дурила. Хе-хе. Так, ну и здесь тоже 95% шанса, что мы скроемся. Ну и здесь снова он прокатывает. Ох ты, ох ты. Ну здесь, конечно же, Беатрис. Давай, родная моя. Минус. О, вдвоем прибежали хлопцы. Хе-хе-хе. Безнапряжно. Так, секунду. Вот он, да? Полководец Иракли стоит. Только не говори, что это скульптура в честь тебя. О, лох ты, несчастный. Ладно, заходим. Пойдем поговорим с ним. По душам. Наемник, ручная зверюшка Артемиды, так ведь? Как тебе удалось сюда попасть? Впрочем, не важно. Я все равно отправлю тебя в Аид. За Естафия и Раста. Твой труп еще не успеет остыть, а я уже сокрушу афинских тварей. Мощь Спарты не остановить. Умри. Ну давай, родной. Хе-хе-хе. Умри, говоришь? Ой, как мне тебя жалко, парнишка. Вот и все. Это были, ребята, его конечные слова. Получается, мы прошли полностью с вами ивент. Так, сейчас посмотрим. Слова афинам пройдено. 14 тысяч осколков получаем. И если прошли, остается только одно, ребята. Это фармить. Фармить этот уровень как можно чаще. Потому что, ну сами понимаете, чем больше мы получаем осколков, тем больше мы сможем приобрести ДНК и разные плюшки. Да, ребята, это был у нас последний, к сожалению, уровень. Жалко. Мне понравилось. Так, ну что, заходим в прогресс. И смотрим. Ого. 3 ДНК на Кассандру. А здесь нам не хватает, да? 25 тысяч. Ну, грубо скажем так. А призов тут, ё-моё. Ух. Опять как все. У них лям это конечная, как говорится, цифра. Везде лям. Ладно, я попробую, ребят. Ну, все опять же зависит от билетов. Билетов. Давай-ка мы вернемся. Я попробую, знаете, что, Близ сможет у меня здесь они сделать или нет. Раз. Давай, вот. Да, ёлки-палки. Так, так. И, пожалуй, вот так вот. Да, потратим билетики. Ну, вот, все отлично. Видите? То есть, надо будет просто фармить. Ну, 25 билетов за один уровень. Это то есть, если соточки. Ну, 4 раза и все, ребят. Так что много тут не получишь. Ладно. А теперь, ребята, у меня вот такая вот идея опять в голову. Кстати, вот здесь я все прошел. Видите? Три из трех завершено. Все получил. Все как полагается. Надо, кстати, попробовать купить... ...за Хеликс осколки, если мне позволят, конечно же. Ну-ка, давай. Позволяют. Ладно, поехали. Посмотрим, кто мне достанется. Может, кто-то новенький выпадет. Так, это у нас Шакир. Да. Смотри-ка. Два раза Джиролома выпал. Тут 5 и 6. То есть, один с ДНК. Остается только лишь 6 ДНК еще найти. И у нас появится новый Ассасин. Но, опять же, ребят, повторюсь, что получить Ассасина это полбеды. Самое главное, это его прокачать. А это очень сложно, так как с одной звездой Ассасин ничего не значит. А чтобы получить 2 звезды на него, соответственно, нужно кучу-кучу ДНК. И вот именно вся проблема в том, чтобы накопить. Ладно. Ну что, пойдем за моей бредовой мыслью. А мысль у меня такова пройти сегодня этот эпизод третий. Давайте-ка определимся. Здесь у нас, как обычно, Тарквимада. Ведь он же, да, это он. Приз довольно неплохой будет. Я так понимаю, что если мы пройдем, мы сможем с вами Агилара прокачать до 4 звезд. Так. Окей. Смотрите, низкая-низкая-низкая мощь везде. Но это самые сильные герои, которые у меня сейчас есть в данный момент. Поэтому придется мне играть именно ими. Перед этим делом мы, наверное, их подлечим маленько, да? Так, погоди-ка. Вот Агилара нужно подлечить. Давай вот так вот сделаем. Ребят, сразу скажу, что нет никакой гарантии, что я пройду с первой попытки. Возможно, вообще не пройду. Но я буду стараться. Так. И последний. Кто у нас там? Луиза. Может быть, мне даже придется поменять Луизу. Сейчас я гляну, кого тут можно взять, к примеру. Слушайте, ну достойных нету. Ассасинов у нас. Нет, достойных много, но я имею ввиду в плане прокачки. Остальные все слабые. Вот моя основа, мой косяк. Ладно, ребята, подтверждаем. И попытаемся. Я уже, честно говоря, забыл, кто что и где находится там. Но знаю, что очень, по-моему, много прыжков. Если Торквимада сможет завладеть яблоком Эдема, он захватит власть над Испанией. И тогда пострадают многие. Мы должны добраться до него, пока он не нашел яблока. Любой ценой. Однако мы должны быть осторожны. Надо как можно дольше оставаться в тени. Ну что, ребятули, я не знаю, какая-то у меня уже по счету попытка. Не так все просто, как я думал. На самом деле, мне не хватает в этой миссии именно мощей. Понимаете? Мощей. Чтобы одолеть, так сказать, даже не Торквимаду, а именно самого Ахеду. Да-да, именно он здесь будет последним боссом. Так, здесь мы идем в Беатриска. Ребята, здесь нужно беречь практически все. Не зря здесь у меня Луиза, Агилар, Беатрис. Ну, во-первых, они у меня самые сильные игроки, насколько вы знаете, да? А во-вторых, здесь очень много акробатики. Очень много. И поэтому нужно как бы размеренно ее здесь тратить. Понимаете? Здесь еще эти проблемы с камерой вечная. Но я подрепетировал кое-что. И теперь у меня на среднюю кнопки мыши, ребята, вот так вот я могу управлять. Камерой, блин. Ладно, в принципе, это не важно. Здесь мы все это пробежим. Все нормуль, все легко. Вот здесь, кстати, ребята, рандом. Если 30% сыграет сейчас на нас, то нам повезло. Да, сыграло именно на нас. То есть 20% в плюсе у нас. Здесь придется, опять же, драться именно Луизской. Потому что мы должны оставить как можно больше жизни для Беатрис. Потому что самые тяжелые бои будут именно у нее. Но главное, чтобы вот Луиза здесь у нас выиграла. И желательно как можно больше хп себе оставив. Ай! Ну, в принципе, ребят, я уже сколько раз проходил... Не проходил, а переигрываю этот уровень, что... Он мне уже, честно говоря, приелся. Если я сейчас не пройду, я... Завязываю на этом. Потому что, ну, мне игра явно дает показать, что, парень, ну куда ты лезешь? Не хватает мощей у тебя. Ну что, Агиларов, пропрыгаешь ты здесь у нас? 62% все-таки. Если упадешь, то нас тут раздавят просто-напросто эти охламоны. Испанские солдаты. Он позовет еще, в колокольчик позвонит. Вся надежда на то, что все-таки пройдет успешно. Так, одна есть. Да ладно. Фу, ребята, это уже 40% в плюсе к нам. Обычно он у меня там падает. И мне приходилось переигрывать. Ладно. Так, ну что, родная моя? Давай, наверное, мы... У тебя три акробатики, да? Блин, нет, не пойдет. Давай Агиларом будем. Черт подери! Оу, щит! Блин! Так, главное, чтобы он у нас не погиб. Ёлки-палки. Ребята, вы посмотрите, сколько... Сколько здоровья осталось у него. Так, ну здесь однозначно придется Беатриской идти. Хотя, погоди, мы... Нет, Беатриской, да. Этого нам нет смысла убивать в инвизе. А вот здесь вот, да. И опять же, нам нужно, еще раз повторю, ребята, как можно больше здоровья оставить. Для Беатрис. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я уже пробовал брать и хилку. Нет, бесполезно. Вот только таким отрядом. Да-да-да, именно вот так вот. Все, сейчас будут у нас два таких сильных охранника, да, элитные инквизиторы. Их увеличать. Вот это, можно сказать, такая, знаете, большая для меня преграда. Если не сейчас лупанут по мне, будем надеяться, что не особо отнимут много хп. Ну, пока терпимо. Пока. Ай, вот уже плохо. Уже плохо, ребята. Три здоровьица, то есть у него вообще мало осталось ячеек здоровья. А вот и Торквимада с Ахедой. Ну что ж, давайте почитаем. Ай. Наконец-то артефакт у меня. Ради этого стоило захватить королевство. Узри же то, с чего началось неповиновение человека, мой верный Ахеда. Ты чувствуешь эту силу? Это Торквимада говорит Ахеде. Этот артефакт откроет миру путь в новую эпоху. Эпоху мира, где все враждующие народы склонятся перед орденом тамплиеров. А когда я объединю его мощь с посохом Эдема, я встану во главе всего человечества. Ну, чеканутый, понимаете? Вот так вот тебе, гад. Причем, мне вот это удивляет, ребята, что он еще жив. Ах. Кхе-кхе-кхе. Что? Что это такое? Милорд, вы ранены. Вам нужно отступить. Стой. Где яблоко? Я уронил его. Яблоко. Я должен его найти. Милорд, вам нужно уходить. Я найду яблоко. Принесу его вам. Клянусь. Ассасинов ждет долгая и мучительная смерть за то, что они посмели испортить момент вашего триумфа. И вот сейчас мы будем с Сахидой. Вы посмотрите на его ХП. Три пятьсот. Тут только лишь удача мне поможет. Тем более здоровья у меня очень мало. Очень мало, ребята. Ну, я постараюсь. Так. Черт подери. Ну, чтоб тебя, блин. Ну, естественно, у меня нет выбора, ребята. Мне приходится выпускать сюда, конечно же, Агилара. Ой-ой-ой. Да. Не судьба. По-моему, опять, ребята, не судьба. Давай, иди сюда. Попробуем покалечить его. У тебя тоже очень мало здоровья. Ё-моё. Наверное. Слушайте, я, конечно... Да, я надеялся, но нет. Нет, ребята, опять провал. Ой, обидно. Ну, что ж, друзья мои, давайте тогда мы с вами откроем нового ассасина, которого звать Касим. Давайте призовем и посмотрим. Ну, Касим, давай, родной. Мы ждем тебя всей толпой. Вот он, соизволил, наконец-то. Только не говори, что ты тоже с копьем у нас. Новый ассасин. Редкий. Так, редкий боец-стражник Мавр. С копьем. Ребят, ну что ж такое-то? У меня, знаете, сколько уже ассасинов с копьем. Ладно, смотрим. У него выносливость довольно неплохая. Прямой урон тоже неплох. И урон по группе. Ну, это понятно, потому что у него копьем. И все, нет. Перемещение, среднее, кстати. Смотрим. Опытный воин, который может оглушить противника. Это плюс. Наносит урон нескольким врагам сразу. Это второй плюс. Ловко перемещается по комнатам. Вот это вот, ну и что? Ловко перемещается по комнатам. То есть, он может там прыгать и скакать, что ли, или как? Уникальный навык у него. Это оборонительный удар. Ассасин наносит удар всем врагам перед собой. И занимает оборонительную стойку. Слушайте, это как Бальтазар. Он типа того же. Наносит всем противникам перед собой 85% базового урона. И на 7 раундов увеличивает показатель защиты героя на 10%. Максимум 3 использования. Ага, значит, таки это ограничено у нас. Понятно. Давай зайдем в навыки и посмотрим, что вот это такое. Парирование. Ассасин отразит следующую атаку противника. Это то бишь 100%, я так понимаю, да? Урон от следующей атаки соперника снижен на 35%. На четверть. Так, а вот это у нас ослепляющий удар. Ослепляющая атака, которая временно ошеломляет противника. То есть, это моментальное действие. И наносит 10% базового урона. И оглушает врага на 1 раунд. Угу. Ну что же, неплохо. Так, это универсальный боец. Улучшает атакующие способности, лишь незначительно снижая показатели защиты. Повышает показатели защиты и атаки на 5%, но это постоянный эффект. Это на первой стадии. Потом, конечно же, все будет улучшаться. Что же ты у нас носишь? Носит он копье. Носит он у нас средний доспех. Ну и аксессуары по вкусу, ребят. В принципе, вот такой вот у нас боец. Ну, защита у него довольно неплохая. 57%, так скажем, да? Из 100. Средненькая. Ладушки, давайте читканем биографию, наверное. Стражник Мавр. Касим Аль-Дани, родившийся в эпоху Возрождения, был суровым и мрачным мавританским воином из Гранады. Он вырос в религиозной семье, и родители с ранних лет готовили его к службе стражем мавританского принца Али из Басы. Будучи убежденным мусульманином, Касим считал, что таким образом он проходит испытания веры. Во время реконкисты испанские солдаты напали на Басу. Касима окружили, тяжело ранили и бросили умирать. Принца схватили и казнили, пока его верный страж лежал без сознания. Потерпев неудачу и чувствуя себя опозоренным, Касим разыскал ассасинов, чтобы помочь им в борьбе против инквизиции, а вместе с тем искупить вину и отомстить за убийство принца. Вот такой, ребята, герой у нас. Слушайте, а вот эта повязка у него просто или у него нет глаза? По-моему, он моргает. Наверное, просто. Челма такая. Хорошо, у нас есть еще, ребята, один ассасин, которого мы, кстати, с вами, как говорится, не осведомили. И это сейчас я вам покажу, кто же это у нас. Сейчас, сейчас, дорогие мои. Где же ты, родной, покажись. Так, кстати, Юсуф у нас тоже, как говорится, не прочитан, не изведан, но также есть еще и Сеид. Давайте-ка прочитаем про Сеида вначале. Так, мавританский ассасин. Тоже мавританец, да? Хорошо. Значит, у него выносливость, ну, маленькая. Прямой урон тоже как-то не активный. И урон по группе средний. Плюс у него идет поддержка. Скрытное убийство. С копьем? Скрытное убийство? Ага. Плюс у него идет... Скрытность. Нету? Перемещение маленькое. Хм. Владеет техниками скрытного убийства. Странно как-то, да? С копьем. Неужели он подбегает, хоп, и на копишка так насаживает? Водушевляет членов отряда, увеличивая их ловкость. Наносит урон нескольким врагам сразу. Уникальный навык. Какой же это? Яростный размах. Удар, поражающий всех врагов перед ассасином. Ну, это уже для меня не новость. Наносит всем врагам перед собой 80% базового урона. И увеличивает шанс критического удара на 10%. Ну, так себе. Так себе. Давай посмотрим твои навыки. Хм. Действительно у него есть скрытное убийство? Бесшумное убийство противника... А, скрытым клинком. Погоди-ка. Показатель смер... Показатель смертоносности влияет на шанс успеха. При скрытном убийстве повышается показатель смертоносности на 10%. Так он же вроде с копьем. Или у него, типа, как бы еще и кинжальчики есть, карманчики, да? Типа того. И у него рвение верхних клетвий. Улучшает рефлексы и чувство равновесия ассасина. Повышает ловкость ассасина на 7% на 6 раундов. Угу. Пассивка у него это исключительно физические способности и выносливость, отточенные интенсивными тренировками. Повышает запас здоровья и показатель защиты на 5%. Но это мало. На первом уровне этого мало. Очень. Носит он у нас среднюю броню, копье, ну и аксессуары по вкусу. Да, ребята. Вот такой какой-то вот немножко странный для меня. Вроде бы с копьем и в то же время он может скрытно убивать. Как бы... Как бы это хорошо получается. И давайте посмотрим теперь, что же это за ассасин Юсуф. Кто ты? Что ты? Покажи свое лицо. Смотрим, ребята. Выносливости у него мало. У него прямой удар довольно неплох. И... Поддержка. А перемещения у него просто опупенные. Так. Мастер акробатики с легкостью перемещается по комнатам. Опытный воин-мастер ответных ударов. Получает инициативу, используя османские метательные ножи. Ага. Водушевляет членов отряда, увеличивая их ловкость. Хм. Уникальный навык. Метательный нож. Ассасин бросает нож в ближайшего врага, таким образом создавая себе возможность атаковать первым. Ну, это понятно. Это у нас и Агилар так может делать. Наносит 100% базового урона сопернику на любом расстоянии и наделяет инициативой. Слушай, ну, в принципе, неплохо. За счет того, что он бросает нож, у него прибавляется инициатива. То есть, если он подбегает к врагу, соответственно, он может нанести ему первый удар. Первым ударом. Так, давай посмотрим навыки. Что это такое? Месть. Атакующий противник получит часть нанесенного им же урона. То есть, отражение получается какое-то. Да, ребят? Типо отражение. Называется здесь месть. Снижает урон от следующего удара на 20% и отражает 60% урона от следующих трех вражеских атак. Ну, это вообще красота, ребят. Особенно это очень хорошо применять против тяжей. Они любят колоссальный урон наносить. И вы представляете, 60% ему обратно в лоб прилетит. Правда, если у нас выживет при этом Юсуф. Ну-ка. Ну, это, ребят, это понятно. Это у нас акробатика. А это у нас... Ну, это рефлексы. Это у многих такое. Так, пассивка. Что это такое? Ярость. С каждой новой раной ярость становится только больше. То есть, каждое снижение запаса здоровья на 10% дает 4% к показателю атаки. Ого. А вот это круто. То есть, с каждым разом у него атака повышается. То есть, получает больше урона, повышает себе атаку. Ну, это хорошо. Снаряжение, ребята. Он носит у нас мечи. Причем, не двухручные, а вот обычные, типа сабли и так далее. Носит он у нас средний доспех и аксессуары по вкусу. Как-то вот так. Давайте почитаем про него. Юсуф Тазим состоял в Османском братстве в Константинополе. А позднее возглавил эту ячейку. Он был не только умелым бойцом, но и веселым жизнерадостным человеком, который привык смеяться перед лицом опасности. Отец Юсуфа был ассасином. В отрочестве Тазим-младший, закаленный жизнью на улицах, решил пойти по стопам родителя. Когда познакомился с легендарным Исхаком Пашой, главой братства. На тот момент. Вместе они отправились в Испанию, чтобы выполнить секретное задание. Позднее Юсуф сражался с византийскими тамплиерами и помогал Эйцо Аудиторе, когда тот оказался в Константинополе. Ого. Вот так вот, ребятушки, вам не простой там паренек с улицы. Хотя нет, он простой паренек с улицы, закаленный даже, я бы сказал, улицей. Наш браток, короче. Отлично. Ну что? По-моему, теперь... А, нет. Нет-нет-нет-нет-нет. У нас еще Флора. Да-да, именно эта девушка. Ну что ж, давайте посмотрим. Флора. Шпион это у нас. У нее, значит, скрытность офигенная, перемещение обалденное, ну, прямой урон и выносливость как-то, ну, плохо. Хотя она тоже у нас копьем. Мастерский владеет искусством скрытности. Я вот не понимаю, если ты у нас искусный, так сказать, шпион, зачем тебе копье? Ловкий боец, способный оглушать своих противников. Ну, не понимаю все равно. Может показать содержимое отдаленных комнат. Ну, бесполезно. Уникальный навык. Мощный удар, который снижает показатель атаки противника и наносит ему урон с течением времени. Наносит 25% базового урона и 100% урона от кровотечения и на 6 раундов снижает показатель атаки противника на 25%. Ну, как-то вот, понимаете, если бы у нее была бы выносливость офигенная, да, ну, поживучесть, ну, что вот она. Ну, да, бьет она двоих, но вот при такой выносливости ее уронят моментально. Даже навык не поможет ей никакой. Смотрим, этот мы читали, это скрытность, что вот это? А, это орлиное зрение, это мы читали, и ослепляющий удар, да. Ослепляющая атака, которая временно ошеломляет противника. Это мгновенное действие, наносит 10% базового урона и оглушает врага на 1 раунд. Ну, ребят, ну, я вам скажу, что фиг знает. Нет, вроде эпический герой, но вот как-то, как-то мне не по вкусу он. Носит, тем более она носит легкую броню, легкую броню. То есть даже, я бы сказал, мантию. Копье, мантия и аксессуары по вкусу. Ну, я не знаю, ребят, может быть, может быть, я чего-то не знаю про нее такого офигенного, но судя по тому, что вот я уже вижу, мне как-то не особо нравится. Давай почитаем биографию. Флора Делакруиз, родившаяся в эпоху Возрождения, была куртизанкой в известном сивильском борделе, улыбающейся королева. Красота и харизма Флоры, привыкшая жить в роскоши, позволяла ей манипулировать мужчинами и добиваться всего, чего хотелось. Но, несмотря на огромное число поклонников, рассмешить ее могли лишь единственная подруга Анхела Карилья. В тайне от всех Флора вступила в гильдию воров и стала доносчицей. Благодаря природной гибкости она могла незаметно проникнуть в любое помещение и раздобыть любую информацию. Однажды Флору, шпионившую за двумя ассасинами, все же поймали. Ее подруга Анхела, уже примкнувшая к братцу, вовремя вмешалась и убедила ассасинов сохранить девушке жизнь. Взамен Делакруиз обязалась служить делу крыда. Но, видите, поймали ее все-таки, не такая уж она и ловкая. Ну, в общем, ребят, мы посмотрим, наверное, когда-нибудь ее в деле. Может быть, когда-нибудь все-таки случится. И, возможно, я извинюсь в том, что я был неправ. Зато я знаю точно, что Кассандра это красава. Это просто убер-боец. Вот вся проблема только раскачать ее и получить, естественно, звезды. Как минимум три нужно. Мне. И вот теперь уже, по-моему, ребятули, все. Все, что мы с вами новенького получили, я рассказал, я вам показал. Теперь остается только повышать им звезды, экипировать их в лучшую броню, давать им лучшее оружие и, естественно, выступать в боях, проходить сюжетки. В общем, все это у нас будет, ребята, впереди. Ну, а на это, пожалуй, я и закончу эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok